Спонсор показа компания Sweet Homes. Приветствую всех в эфире кулинарного шоу «Рецепт успеха». Каково это стать успешной и знаменитой в чужой стране и при этом оставаться прекрасной женой и мамой, умеющей готовить? Сегодня у нас в гостях молодая, красивая бизнес-леди, многогранная личность и многодетная мама Анна Штукерт. И она готова поделиться своим «Рецептом успеха» прямо сейчас. Анна Штукерт. Владелец собственной инвестиционной компании «Штукерт и компания». Фея доходных инвестиций. Организатор международных конгрессов зарубежной недвижимости и инвестиций в Мюнхене, Берлине, Каннах и Монако. Партнер благотворительного фонда Анна Дмитрия Нагиева, оказывающего поддержку многодетным семьям, детским домам и приютам. Анна Штукерт. Популярна в Германии и других европейских странах среди влиятельных людей, политиков, меценатов, бизнесменов, космополитов и творческих людей. Также Анна ведет вебинары в сфере инвестиций и капиталовложений, смело заявляя «Я делаю вас богаче». Анна Штукерт. Прекрасная хозяйка, многодетная мама четырех детей. И это, без сомнений, одно из главных достижений ее жизни. Аня, огромное спасибо, что смогла приехать к нам. Это был многочасовой и непростой путь. Большое спасибо, что прилетела к нам из Мюнхена. Спасибо, что пригласили. Большим удовольствием. Аня, я тебе скажу честно, я очень ждала встречи с тобой и огромное количество вопросов приготовила для тебя. Но так как мы находимся в рамках кулинарного шоу, то, конечно, первый вопрос, который хочу задать, он будет касаться того, что мы сегодня будем готовить. Так, готовить мы будем, ну, на мой взгляд, такое очень любимое классическое блюдо – это паста итальянская. Конечно, есть у нас свои особенности, о которых мы поговорим. Мы будем делать классные креветки с чесночком, с соусом, все такое очень фриш и замечательное. И сделаем легкий салат капреза, да. То есть у нас исключительно такая кухня итальянская. Да. Отлично. Это будет обед или ужин? Это будет легкий ужин. Отлично, мне нравится. Ань, перед тем, как хочу тебя спросить, вопрос, который тебя подготовила. Скажи, пожалуйста, с чего мы начнем? Что мы будем делать? Хорошо. Начнем мы с форберайтунга, да, который мы будем делать, как любая женщина, одновременно, да. То есть мы делаем несколько блюд или несколько позиций. Я бы начала, конечно же, с пасты. Да, то есть мы делаем подготовку в водичку. Отлично. Плюс нам понадобится сковородочка, лучше не одна. Ань, а паста нужна какая-то особенная, расскажи? Особенная, да. Паста, конечно, лучше бы, чем тоньше и чем до рюже, да, от слова дорого, значит хорошая. Хорошо и качественно, то лучше, да, то есть я не буду рекламировать конкретные марки, но, однако, итальянскую пасту мы любим варить по-итальянски, недоварена немножечко, да, чтобы, разрезая эту пасточку, можно было увидеть один миллиметр недоваренной муки, но, однако, это, тем не менее, улучшает пищеварение, да. Паста нужна хорошая, ваша паста пойдет. Отлично, да. Она красо-итальянская. Да. Прямым рейсом из Италии. Помимо этого, что нам нужно для соуса? Так, нам нужны томаты. Томаты череп очень хорошо. Мы, конечно, должны будем их почистить и порызать. Порызать. Чесночок нам нужен будет, много чесночка. Отлично. Не жалеем чеснок. Ну и томатное паста, оливковое масло. Ну, тогда я предлагаю сделать так. Давай начнем с того, чтобы, пока у нас сгибает вода, мы займемся приготовлением нашего соуса, да? Да, давай, с удовольствием. Давай, ты тогда займешься помидорками. Да. А я как раз возьму на себя ту самую нелюбимую, наверное, работу всех, но, тем не менее, кстати, очень ароматную и очень полезную. Да, мои дети, я могу сказать, когда слышат запах, ну, не то, чтобы слышат, а, как правильно сказать, нюхают, чувствуют, да, когда они чувствуют запах чеснока, они говорят, мама, так вкусненько, что-то ты, мама, вкусненькое готовишь. Да, я говорю, боже, это просто чеснок, что в этом такого, да? Представляешь, как им это нравится. Ань, ну, пока мы уже, все понятно, с чем мы начинаем заниматься, я хочу начать с главного вопроса. Скажи, пожалуйста, ты находишься в серьезном бизнесе, бизнесе, связанном с инвестициями. Расскажи, как пришло понимание того, что ты готова к этому шагу, что ты хочешь быть в этом серьезном бизнесе и, собственно говоря, как давно ты в нем? Очень такой хороший, частый вопрос, но, тем не менее, необычный ответ, да, очень кратко, потому что я не могу одновременно рассказывать. А, хорошо, конечно, у нас достаточно времени, все в порядке. Или все-таки мне делать параллельно, как... Слушай, ты можешь делать не параллельно, можешь делать, как тебе удобно. Ладно, короче говоря... Потом можешь дорезать, у нас хватит времени. Мы делали это все для себя изначально, то есть мы инвестируем уже всю свою сознательную жизнь. Что значит инвестируем, да? То есть мы имели множество бизнесов в России всякого разного, приехали сюда уже с большим, собственно, пакетом и опытом, да? Вот, и сталкивались с такой проблемой, что, ну, вот имеешь ты деньги, да? Да. Казалось бы, хорошо, должен радоваться, но у тебя еще, наверное, процентов 70 времени, имея деньги, уходит на мысль, а куда эти деньги, ну, как сейчас модно, припарковать. Или, например, сохранить и приумножить, или можно много чего говорить, ну, просто, ну, и что делать с этими деньгами, да? То есть и начинаешь ты ходить. Идешь ты к маклеру, например, или там, ну, не знаю, к какому-то специалисту узкого профиля, да? Конечно же, он тебе предлагает свое. Говорит, купи у меня недвижимость, поехали на Майорку. Ну, конечно, да. Ну, думаешь, ну, хорошо себе, да, и хочу себе большую платформу, хочу выбора. И такой платформы мы не нашли. То есть мы посещали множество разных мест, разные всевозможные тематические планы, там, общественные, политические, экономические. Ну, в общей сложности всегда была, ну, такая специализация. То есть мне нужно было ехать, к примеру, там, в Монако на выставку яхт, обязательно только туда. Мне нужно было ехать, там, на ретро-автомобиле, там, в Баден-Баден, и пошел-поехал. И это, конечно, неудобно, это затратно, и с одной стороны. Так, подожди, так получается так и родилась идея организовать международный КГС? Конечно. Вы изначально для себя это делали? Подожди, Ань, давай разберемся. Так, сначала появилась все-таки твоя инвестиционная компания, а потом она сажена. Конечно, конечно, она еще в России была еще очень много лет. А какого это на что? Мы инвестируем, мы создавали рестораны, клубы. Компания Штукиртенко. Энштомпель. Она приехала, получается... Ну, в России это было немножко другое название. Ну, неважно, мы как физические лица инвестируем всю жизнь. Ах, вот оно что. Это изначально делалось для нас. Так, водичка у нас кипит. Значит, мы сейчас можем забросить наши спагетти. Да, отлично. Аккуратно. Так, мы приготовим, наверное... Спагетти бросаем целиком. Давай. Не ломаем ни в коем случае. Да, да. Тебе помочь или... Да. Окей. Отлично. Давай, отлично. И мы сейчас их немножко прижмем, да? Они сейчас сами упадут. Они сейчас сами упадут. Отлично. Вот видно, что, конечно, да, когда хозяйка с опытом, что-то помогать. Ой, ой, ой. А, ну так получается, что вы создали и организовали этот международный конгресс по недвижимости инвестиций. Да. Все верно. Расскажи, кто ваши гости, кто ваши спонсоры, кто ваши клиенты? Ну, наши гости, ну, как бы так, глобально конгресс делится на две части. Первая, это большая часть, мы уделяем политике. И делаем это умышленно, потому что, ну, мы за международное открытое пространство. Это такой лозунг, конечно, прям он такой политический, такой популистический, но, однако, в этом очень посолить надо рано, да? Давай, отлично. Морской соли. Да. И это важный момент, про который Аня перед эфиром сказала несколько раз, что ни в коем случае никаких обычных нужна именно морская крупная соль. И это важный нюанс для того, чтобы наши спагетти были именно такими, как сегодня мы их задумали. Да, и кусочек оливкового масла мы сюда должны... Немножко ливанем. Да. Отлично. Давай, добавим. Оливковое масло. Ну, супер. Боже, какая красота. Да. Дети мои сейчас будут смотреть и говорить, о-о-о-о, вот мама дома нам не так готовит. Аня, посмотри, сколько нас смотрят зрителей, которые тоже хотят ощутить те запахи, которые мы сейчас с тобой чувствуем. Он в сторону. Полный аромат. Приходите к нам в гости. Аня, вопрос. Чеснока достаточно? Нет, чеснока надо много. И на креветки прям цельный-цельный нужно чесночок. Отлично, хорошо, договорились. Так вот, возвращаемся к гостям. В политике, да. То есть политика, безусловно, она нам нужна. Почему? Потому что, ну, не будем скрывать, в этом есть определенные лоббистские функции. То есть, с одной стороны, мы за мир во всем мире. Конечно, мы не поддерживаем какие-то там диктатуры и прочее. Мы стараемся либерально. Даже не партии, а вообще в целом есть и страны с определенными режимами. Да, не будем их упоминать. Мы стараемся всегда выбирать демократические либеральные направления. Но, однако, за мир во всем мире, за вот такое международное открытое пространство, которое в первую очередь выгодно экономике и, безусловно, политике. Поэтому мы отдаем большой корпус политики. А получается, в каких странах вообще проходит конгресс? Нет, конгресс проходил физически только в двух странах, во Франции и в Германии. А представители? А представители 29 стран-участниц. Ох, вот это да! Такое мощное объединение. Да. И с каждым годом все больше и больше. В этом году в Мюнхене мы ожидаем уже 40 стран-участниц. Ну, по последним подсчетам было 37 стран-участниц. Но я думаю, 40 мы точно перейдем. Скажи, пожалуйста, а какие вообще ниши обсуждаются на этом конгрессе? То есть это только ниши связаны с венежимостью или все-таки разные абсолютно ниши, в которых можно инвестировать? Абсолютно разные. Ну, расскажи, какие вообще? Мои любимые, да, которые, то есть во что, на что лично я обращаю внимание, это, безусловно, все, что связано с IT. Это такой сектор, в котором закрыто, да, я тоже уже на нее смотрю. Но не совсем мало, чтобы она в кашу не прожила. Отлично, нет, каши не будет. Помешаем? Да, если какой-нибудь. Конечно, да. Давай немножко. Да, вот видите, как красиво тут у нас. Ну, красота уже, да, 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 отлично. Очень люблю. Так, IT-сектор, да, почему он хороший? Например, есть такой Валерий Цепкал, это наш друг, он тот, кто открыл силиконовую долину в Беларуси, да, тот, кто создатель Вайбера и прочее. Вот он мне в свое время, первый, кто открыл для меня IT, это был он. И он сказал мне, Аня, IT-сектор, это такое золотое дно, которое ты можешь вложение, там, ну, условно, там, 100 тысяч евро, а заработаешь миллиард. Ну, прям так бывает. Да? Момент, момент. Но очень высокие риски, да, то есть небольшие вложения, но высокие риски. То есть 100 тысяч для реально нормального инвестора, это, ну, это… Ну, можно рискнуть, скажем так. Да, да, но при этом очень возможная супервысокая рентабельность. Конечно, есть акселераторы, то есть мы создаем такие, ну, назовем как это, ну, акселераторы, понятно, да, то есть платформы, которые фильтруют всевозможные стартапы на предмет надежности и минимизации рисков. Но, тем не менее, в любом случае IT-это рискованная сфера. Так что имейте в виду, если вы думаете инвестировать свои средства как раз вот в IT-технологии, например, или какие-то сферы, то тут может быть риски, но зато и может быть очень большой. Очень высокая доходность. Может, сорвать вашу куш, скажем так, да? Да, именно. Ань, так получается, что у вас пройдет международный конгресс по недвижимости и инвестиции во время Октобуфест? Именно, да. И это случайно? Нет, это не случайно. Мы специально выбираем это самое дорогое время. Оно нам обходится очень даже в 4 раза дороже, чем любой ивент во время Мюнхена. В любые мессы, в любые даты делаем это специально, потому что, ну, опять же, наши друзья, да, и мы так считаем, мой супруг, я считаю, что вот я хочу вложить куда-то деньги, да, я хочу совместить приятное с полезным, я хочу досуг, я хочу неформальные переговоры, потому что никакие переговоры не могут окончательно сформироваться только с галстуками на сцене официально. Безусловно, должно быть какое-то послевкусие, после... Какие-то приятные эмоции, которые останутся с людьми, которые потом уедут обратно к себе. Октобуфест однозначно, да, пьете вы пиво. То есть еще и национальное такое. Конечно, мы выкупаем всегда вип-ложу, мы берем лучшие места. Да, среди нас только наша аудитория, то есть у нас свой модератор, хотя на Октоберфесте 120 человек, оркестра, только оркестра, и 150 тысяч человек одновременно находятся в одной палатке. Представляете, а таких палаток, это как 6 футбольных полей, а таких палаток, я не знаю, 10 или 12. Все заводы Германии варят пиво. Вот я хотела сказать, главное, что пиво льется рекой в этот момент. Весь год, весь год, а выпивается оно за 2 недели. Вот это вообще. Для меня был парадокс. Дело в том, что мы в России были связаны с алкогольным бизнесом. Я знаю, как сложно организовать массовые мероприятия, где пьется алкоголь, и что, прошу прощения, там не было драк и прочее в России. Я когда прихожу на Октоберфест, а мы там бываем, не знаю, 500 раз в году, ну не в году, в общем, за время Октоберфеста, да. Для меня загадка, всегда все очень заубер, очень чисто, никаких, прошу прощения, ни поножовщин, ничего. То есть люди пьют пиво много. И в хорошем настроении, ни в называемой никакой агрессии, ничего этого нет. И даже неважно, русские они прерусскоговорящие, они там, не знаю, испанцы, итальянцы. То есть какая-то атмосфера вот совершенно другая. Для меня это открытие до сих пор непонятно, как это удалось немцам. То есть я так думаю, что и вашим гостям это очень сильно нравится. Конечно, это очень, это колорит такой, который неповторимый. Ань, ты позволишь, я немножко тебе посетирую тоже подрежу наше мнение? Да, да, потому что я много рассказываю и отвлекаюсь. Все отлично, все успеваем, все отлично. Скажи, пожалуйста, у нас в соус пойдут помидоры, ой, прости, чеснок, прям вот в таком виде? Нет, 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 мы его будем выдавливать. Я бы даже не выдавливала, я люблю его ощущать, чтобы он хрустел, чесночок. Отлично. Я бы его прямо порезала на... А помидорки прям ты режешь мелко-мелко? Ну вот как можно, да, то есть на самом деле нам надо что-то делать с нашей пастой прекрасной. Мы сейчас все сделаем, как раз в то время у нас, знаешь, вот все прям вот так горячо идет, беседа наша, что одно на другое получается и нахлестывается. У нас маленькая рекламная пауза, не переключайтесь. Ну что ж, мы продолжаем рецепт успеха. Прямо сейчас рядом со мной очаровательная и прекрасная Анна Штукер. И мы сегодня продолжаем готовить. У нас соус, тот самый вкусный томатный соус. Аня, да, восхитительно. Замечательно, я с удовольствием тебе поассистирую. И ты знаешь, вот перед тем, как уйти на рекламу, мы с тобой поговорили о том, что инвестировать ты можешь, в принципе, в разные ниши, да? И вот, ну, условно, допустим, ты привела пример, что есть у человека 100 тысяч евро, и он их готов там вложить, например, в какие-то IT-технологии или еще что-то, да? Да. А если, допустим, нет такой суммы, есть меньшая сумма, не знаю, ну, условно, там 50 тысяч евро, то что делать, расскажи. Ну, 50 тысяч евро, такая сумма тоже, она с одной стороны маленькая, с другой стороны ощутимая, да? То есть, как сказать, и квартиру можно купить где-то, да? Ну, наверное. Ну, я могу сказать так вот совсем поверхностно, да, что начиная от, ну, моя любимая тоже тема, это, допустим, ретроавтомобили, то есть это совсем такой специфичный, нетипичный вид, однако в него в большинстве случаев вкладываются либо миллиардеры, либо инвесторы-новички, которым я в том числе являюсь, и мы реально на этом очень хорошо заработали. То есть можно купить машинюшку там за 30 тысяч, но это нужно знать. Ну, ултаймеры. Ултаймеры, да. А продать ее за 300 тысяч. Ну, опять же-таки. А что нужно вложить, чтобы потом ее так продали? Да, ну, нужно вложить не менее 30-50 тысяч, но с правильным, то есть мы можем советовать, можем рекомендовать, мы в ултаймерах уже немножечко, ну, специалисты, да, то есть уже можем говорить, что можем в этом деле советовать. Здесь даже важнее не сам ребрендинг, да, не само вложение в автомобиль, а сам автомобиль. Дело в том, что за ними же охота. То есть эти автомобили, их ловят там. Это не так просто еще найти, да. Да, то есть куда вложить. Да, мы буквально находили там в Белоруссии, ехали там через какие-то там сложности от одного к другому, нам запрещали, не давали, но в итоге мы эту машину выкупили и там с большим трудом, и потом, конечно, на этом хорошо заработали. То есть это реально есть. Как один из вариантов. Как один из вариантов, да. Это нетипично. Опять же, я повторюсь, это очень такой специфичный вид, да. Безусловно, очень хорошо заходит весь сектор фондового рынка тоже со специалистами, да. То есть понятно, что трейдеров этих миллион, миллиард. У меня есть свои наработки, могу о них делиться. На конгрессе, естественно, буду рекомендовать конкретных, да, с кем мы уже тоже работали, немного. С кем есть опыт. Да, опять же, не более 10% от всего портфеля. Это тоже относится как немножко к тесту, да. То есть не так, что вот у меня есть избережения, и все пустили на фондовый рынок. Ни в коем случае. Нет, это немножко такой тест, но его можно делать, и это нужно, соответственно, и так купается. Конечно. Чуть-чуть отвлекусь. Мы можем начинать делать уже соус? Да, я думаю, что нужно. Для того, чтобы нам приготовить соус, конечно, нам нужна сковородка. Все получилось? Да. Мне кажется, нет. Оливье – оливковое масло. Вот такие типичные. И чесночок. Отлично. Так, оливковое масло у нас есть? Да. Пожалуйста. Шеф-повар. Сегодняшней кухни. Да. Отлично. Я, конечно, еще бывает добавляю сливочное масло, но моим детям не очень нравилось, и я решила сделать то, что нравится моим детям. Соответственно, делаем вот по такой методе чисто итальянский. И постепенно будем добавлять ингредиенты для соуса? Да, оно разогревается, нам нужно, в первую очередь, чесночок. Чеснок, отлично. Нам хватает, чтобы сколько? Да, теперь его меленько-меленько пинкуем. Тогда, может быть, мы виноват включили сковородку? Ну, нет, почему мы не сильно большое сделаем? С другой стороны, наоборот, будет еще ароматнее, еще вкуснее, как говорится. Да, да. Нет, нет, чтобы пригорело масло, конечно, нельзя этого добиться, но регулировать. А как оно делается? Давай, чуть поменьше сделаем. Меньше. У нас тут такая очень... Причем не надо бояться, пусть будет крупный чеснок, то есть это вот именно придает пикантность. Все, я поняла. Ну, смотри, я сделала меньше. Так, хорошо? Да. Ты вот хочешь вот такими прям? Да, ну, нет, еще бы хотя бы чуть-чуть. Еще крупнее или помельче? Чуть помельче. Ага, ну, хорошо. Ань, у вас, на самом деле, огромное количество партнеров вашего мероприятия. Действительно, ты сегодня рассказывала, что это люди из разных стран, и это и политики, и меценаты, и разные бизнесмены, и действительно, кого там только нет. Но при этом это все люди, у которых есть деньги, это все люди, которые относятся все-таки к области бизнеса, безусловно, да, и которые готовы и хотят инвестировать. Да. Ну, знаешь, вот есть одна тема, которую я сегодня хотела бы с тобой поднять, потому что она особенно, мне кажется, важная в наше современное время. Есть такая книга одна, очень современный бестселлер, наверняка ты ее тоже знаешь, может быть, даже читала. Название ее «Щедрость. Причина богатства». Да, моя любимая, да. Ну, прям любимая. Да, прям любимая. Даже была у меня совсем... Ах, как мы сделали! Вот оно все по-настоящему тут у нас. У нас настоящие страсти итальянские. Отлично. Кстати, это действительно типичная итальянская метода. Я не случайно заговорила об этой книге, потому что на самом деле «Щедрость» — это то качество, которое присуще не всем людям, и в основном это, конечно, качество, присуще людям с большим сердцем, это умение делать подарки и помогать кому-то абсолютно безвозмездно, да, и не ожидая ничего при этом взамен. И я знаю, что у вас совсем недавно появился новый партнер, с которым я хочу вас поздравить. Это благотворительный фонд Дмитрия Нагиева. Ань, ну расскажи, как вообще так произошло, что вы решили с Дмитрием сотрудничать, и чем, собственно говоря, будете именно в рамках Конгресса, какие, может быть, акции делать и все прочее. Расскажи. Это действительно большая честь. Это большой привет Дмитрию, большой привет самому фонду Анны и всем организаторам. И мы готовим очень много сюрпризов на Конгрессе будет, да. Это достижение, да. То есть мы работали давно о том, чтобы их пригласить, но об этом получалось и не получалось. Вот в этом году это у нас дебют, да. Почему мы, собственно... Да. Чесночок прям как-то у нас героически быстрый. Ну у нас просто такая суперплита, знаешь. Это же рецепт успеха. У нас все успешные, в том числе и плиты. Ага, Дмитрий... Надо будет узнать, что у вас за плита, потому что... Узнать лучше, чтобы готовить быстро дома, да? Да. Еще быстрее. Нет, ну крутая плита, правда. Итак, Дмитрий, фонд Дмитрия Нагиева, это уже многолетняя структура, которая существует плодотворно в России. И мы впервые выводим ее на международный уровень, да. И делаем это специально. Почему? Потому что, ну в целом, это мое сердце, да. Это реально чисто моя воля, без никакого лоббизма, без никакой политики, без ничего, да. Я реально очень люблю детей, я хочу много детей. Да, как раз расскажи, воля творительный фонд Дмитрия Нагиева, кому он, собственно говоря, помогает? Каким именно семьям? Деткам с всякими разными больными делами. Ну не хотелось бы это все озвучивать, но всяким разным больным деткам, да. Ну в том числе, по-моему, и семьям, допустим. И семьям, да, и многодетным семьям, да. Да, поскольку сама создатель этого фонда, она сама многодетная, она приедет к нам, мы после вас всех познакомим. То есть это все происходит реально от чистого сердца. И меня вообще восхищает сегодняшняя тенденция в России. Реально не поддельного, а искреннего. Так, давай уже помидорки будем. Давай, отлично. Я прошу прощения, что я проливаюсь. Нет, у нас так и должно быть. И, знаешь, у нас такая вообще коллаборация сегодня интересная, потому что получается, что мы говорим на серьезные темы, порой на темы не только о бизнесе, но и о политике, но при этом готовим на кухне очень уютно. И мне кажется, что в этом особенная пикантность нашей программы. Да. Ну вот смотри, получается, что то, что за этим стоит Дмитрий Нагиев, безусловно, это большой плюс, конечно же, это огромный жирный плюс, потому что медийно узнаваемое лицо из шоу-бизнеса. Да. Вот скажи, пожалуйста, какой он вообще в жизни человек? Очень простой, ответственный и искренний, добрый. То есть это реально его сердце, это меня восхищает в нем. Но вы познакомитесь с ним вживую, увидите, он очень такой прекрасный человек. Будут какие-то выставлены лоты? Да, очень много будет различных лотов, от известных людей до просто участников конгресса. У нас почти каждый участник конгресса заявил свое желание выставить свой продукт или свою какую-то услугу в виде лота, отдавая все в благотворительность. То есть это меня восхищает, прям вот действительно, я мир не без добрых людей. Это реально так. Это на самом деле очень здорово. Ань, скажи просто, мы лимон режем? Да, но лимон мы режем креветкам. Отлично. То есть сейчас мы можем заняться креветками? Мы их в каком-то соусе предварительно готовим или сразу выбрасываем? Нам опять нужен чеснок. Ой, хорошо. Крупно. Ну так же замечательно. Да, прям просто пополам, чтобы он дал сок свой. Замечательно. Тогда ты пока последишь за соусом, да? Да. Отлично. А ну тут все хорошо идет, я сюда только потом кориандр добавлю. Я везде добавляю кориандр, не знаю, что же у меня за любовь к грузинской кухне, но если бы можно было, я бы добавила сюда ткемали, кориандр и все, что есть в Грузии. Все, что есть в Грузии, да, потому что я ужасно люблю грузинскую кухню. Это очень здорово. Ань, ну вот мы с тобой говорили о том, что действительно, как важно, когда люди из шоу-бизнеса при этом уделяют благотворительности такое внимание, да, являются тоже организаторами, там, благотворительных фондов и так далее. Но я еще посмотрела, когда смотрела видеоотчеты вашего конгресса, что у вас и на конгрессах огромное количество времени, именно и действительно большая программа идет развлекательная. То есть это и показы мод, и какие-то всевозможные выступления артистов абсолютно разного плана. Вообще это имеет место быть на таком серьезном мероприятии? Абсолютно. Это же гала вечера всегда, это же не на деловой части. То есть вы представляете, деловая часть, тысяча человек, да, за тысячу человек это в среднем каждый должен провести хотя бы 50 переговоров. Это 250 визиток, это к вечеру голова как, я не знаю что, да, квадратная. Соответственно, чтобы это все перевалить, мы это прекрасно понимаем, но удержать аудиторию мы, конечно, всегда делаем шикарное фэшн-шоу. Ну чтобы уж такое послевкусие, как мы вот говорили, да, безусловно, да. Это получается, что и фэшн, и артисты выступают, да, и фэшн-шоу. А вообще ты сама какой-то имеешь к этому отношение? Или это просто... Нет, фэшн это тоже наше, мы также организаторы, ну как же, нас команда, да, то есть мы приглашали очень много различных структур, потому что вот это фэшн-шоу, оно какой-то лавинообразной формой развилось, до тех масштабов, которых мы сами не ожидали, да. То есть у нас там будет около 250 красоток, ух ты, то есть они едут отовсюду за свой счет, едут по всяким разным, да, ну правда, да, просто чтобы походить, поучаствовать, познакомиться. Нет, есть, безусловно, самые-самые, которые как бы отобраны, жюри, которых мы везем как организаторы за свой счет, но и очень большая аудитория едут просто сами, регистрируются, конечно, мы им даем фри вход, естественно, потому что, ну, как бы это условие проекта, что красота должна быть востребована, она открыта для всех и каждых. И не требует жертв на конгрессе по инвестициям и недвижимости. Абсолютно верно. Ань, совсем недавно видела, я в интернете, один семинар, и там, кстати, по-моему, ваши партнеры выступали из университета Синергия, одни из спикеров, и мне очень понравилось одно выражение, если вас и вашего бизнеса нет в социальных сетях, значит, вас и вашего бизнеса просто не существует. Как ты относишься к социальным сетям? Есть ли ты в них и ваша компания? Расскажи нам вообще об этом. Пожалуйста. Я отношусь к социальным сетям и вообще к любой рекламе очень хорошо. Если меня спросить, что важнее, например, маркетинг или менеджмент, я всегда скажу маркетинг. То есть, ну, условно, производите вы хорошие пирожки, но у вас нет грамотного пиарщика. Можно их и не производить. Ну, как бы, ну, купят вас ваш квартал там и там ваши друзья. Ну и все, и на этом масштабирование закончится. А если так себе пирожки, ну, есть крутой пиарщик, со временем вы все равно, качество вам придется как бы, да, улучшить, но, безусловно, масштабирование будет в геометрической прогрессии, поэтому пиарщики для меня это боги. Я вообще учусь у очень многих и могу сказать без ложной скромности, сама являюсь очень хорошим продавцом. Как раз к этому я сейчас хотела подвести, да, спросите. Ты же ведешь вебинары сама? Да, и веду вебинары. Вебинары – это сотая часть от того, что я делаю. Для меня вообще понятие продажи, вы знаете, это такое искусство. Это прямо вот искусство, от которого я получаю очень большое удовольствие и масло. Смотри, давай мы тогда… Следующий процесс у нас какой будет? Мы будем с тобой обжаривать креветки. Самый мой любимый – креветки. Я думаю, что не только твой любимый, но и все наши… Уже запахи, вот уже, мне кажется, зритель чувствует чесночок. Далее. Да, 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 да. Все верно? Да. А сейчас кориандр, он просто… Ты знаешь, мне кажется, что у нас не нагревается плита. Может быть такое? Может. Точно. Ну, хорошо, что… Хорошо, что все хорошо. Ну, заметили, да. Поэтому к пиару я отношусь вообще the best of the best. Аня, на какие темы ты возьмешь вебинары? Ну, кроме продаж? Ну, в большинстве случаев нет. Продаж как таковых я не учу продавать. Нет, я не коучер и ничего такого. Я просто делюсь своим опытом как инвестор и рассказываю, на чем мы ошибались, где мы проигрывали, куда точно не надо лезть. Но прям искренне рассказываешь, что все ничего не открываем. Искренне, абсолютно. Я говорю, скорее, откровенно, мы потеряли 2 миллиона долларов. О, долларов, евро. Да, но и были случаи, где мы заработали, не буду говорить, сколько, гораздо больше. То есть у нас потери были крупные, и мы, однако, вставали, шли дальше, то есть не там, не зависали, наверное, какое-то время у нас было там расстройство. Но, тем не менее, то есть для… Ничего себе расстройство. Да, для, я хочу сказать, для сегмента, мой в целом совет, да, то есть… Ну, какой совет? Ну, не совет, а мое жизненное, скажем, представление и кредо, что в целом, когда мы идем по бизнесу, по жизни, да, очень важно не зависать вот в этом какой-то временной неудаче, а просто вперед и пошли дальше. То есть завтрашний день он в любом случае определит уже новый вектор и, ну, скажем так, нет, моя любимая фраза «нет не дающих, есть плохо просящие» – это просто моя любимая фраза. Вот два, я считаю, что это она везде. Ну, так получается, что, в принципе, если ты так откровенно со своими, ну, слушателем, да, в этот момент, если я вебинар, да, речь идет о слушателях. А, скажи, а вот ты никогда не проводила марафоны никакие? Нет, в марафонах нет, только принимала участие как марафонец во всяких разных… Именно спортивные? Нет, психологические. А, отлично. Я очень люблю психологию, эзотерику. Пиши на свой рост? Да, да, это мое, я эту тему люблю. Ты знаешь, вот сейчас действительно это такой булл, не побоюсь этого слова, и огромное количество появилось кочеров, людей, которые создают эти марафоны всячески на разные темы, начиная там, не знаю, с женского начала, заканчивая всем остальным. Вот, ты знаешь, и порой я смотрю этих людей, и мне кажется, что они сами-то не очень, может быть, компетентны. То есть есть люди, конечно, безусловно, очень сильные и образованные, а есть и те, кто, мне кажется, просто вот на каком-то этом буме и хайпе хотят вылезти. Вот что ты думаешь? Шарлатаны немножко, да. Ну, как бы, да, можно сказать и так. Очень много их, но я, ты знаешь, я отношусь с большой любовью ко всем, и все те, кто меня когда-либо обманывали, там, предавали, там, не знаю, не сдерживали обещания, я вообще всем посылаю любви, я считаю, что это боже-боже, живите счастливо, да. Сейчас самое время, мне кажется, что уйти на рекламу, потому что любовь правит миром. Да. Сегодня у нас в гостях владелицы собственной инвестиционной компании, организатор международного конгресса по недвижимости и инвестициям Анна Штукер. И мы сегодня готовим, практически погрузились в итальянскую кухню. Ань, сейчас мы, я так понимаю, что уже готовы к финальным практически, да? Да. Штрихам. Да. И сейчас мы будем что делать, рассказывать. Самое ответственное, мы берем креветки божественные, да, и креветки у нас эти очень правильные. Тигровые. Тигровые. И мы их кладем на раскаленное масло, но при этом, знаешь, чтобы оно сразу не... Не всполыхнуло. Да. То есть вот нам не нужно вот этого уаха огня, но надо, чтобы шкварчало. Оно нужно, отлично. Да. То есть это как бы вот прям маслу должно быть много, это не мало, не жадничай, да, и много чеснока. Чеснок обязательно он дает все. И причем чеснок крупный, и который мы потом даже разложим на блюдо. Ань, вот мы с ней много раз уже говорили о том, что в твоей семье это одно из любимых блюд. Да. Верно? Да. Причем все. Ты знаешь, я сейчас хочу просто ошарашить, наверное, наших зрителей, потому что у Ани четверо детей. Аня многодетная мама, и это просто, ну, отдельное уважение, и я не знаю, я вообще не понимаю, как можно так прекрасно выглядеть, вести такие серьезные бизнесы и при этом быть мамой четырех детей. Как ты все успеваешь? Расскажи, пожалуйста. Да, я успеваю, все очень даже хорошо и легко. Вот как? Легко, вообще легко. Расскажи, вот как устроить твой день, как ты все это организовываешь, сколько у тебя помощников? Ну, помощники, на самом деле, у меня уже есть, а были периоды, когда и не было, и однако я все успевала. То есть, ну, для меня, я не знаю, но я считаю, это самое главное, что есть в жизни. То есть, вот сравнить все на одну платформу, мои дети, все мои конгрессы, все мои виды, ду-ду-ду-ду-ду. Вот я как раз хотела бы спросить. Я не вспомню ничего, не вспомню ничего. Я вспомню четыре главных дня в моей жизни, это дня рождения моих детей. Я помню каждую секунду, как я ревела, когда я на них смотрела, какие-то чудеса. Ну, не знаю, для меня лично это самое главное, что есть в жизни у детей. Если у меня получается, я, конечно, это делаю. Я не понимаю вообще никаких историй про токсикозы, про денюжек нету. Все есть, я верю в то, что даст как бы Господь на ребенка, да, не то, чтобы я фаталист, да, и там только на Бога надеясь, я сам не плашу, да, то есть, но я считаю, что в любом случае нужно рожать, и все. Но это, ты считаешь, это как-то помогает женщине... Да. То есть, и хватит какую-то определенную рутину, чтобы все успевать? Нет, это помогает понимать, что ты делаешь важное дело. Отлично. Знаешь, даже в православии мне есть одна фраза, она меня в свое время так удивила. Когда ты идешь молиться о беременной женщине, ты пишешь требу о непразданной Анне, что значит, любая другая женщина, она ничем не занимается, она занимается так себе делами, готова ли там, а вынашивание и создание ребенка – это самое главное дело женщины. Вот такая формулировка. Это не значит, что я как бы считаю, что вся остальная деятельность женщины не важна, но я бы сказала, что рождение ребенка настолько мобилизует во мне все силы. Так, ну, не знаю, мне ни слова. Ань, мы тем временем начинаем готовить салат капреза. Да. Самый любимый итальянский, он, кстати, простой, но очень красивый, правда, такой он хорошо выглядит всегда, очень эффектно. Из чего он у нас стоит, расскажи. Он состоит из моего любимого сыра моцарелла. Если кто не знал, что за сыр моцарелла, да, то есть это уже не творог, но еще не сыр. Да. Это самый первый, самый молодой сыр, который хранится буквально там максимум неделю, чем позже мы его начинаем брать и есть, то он, соответственно, он становится уже просто твердым сыром и нет вот этого эффекта твороженности. Да, то есть, конечно, я обожаю моцареллу, которую разрезаешь, из нее льется вот эта вот как бы твороженная водичка. Она у нас почти такая. Почти такая. Да. Очень важно в капрезе для меня, конечно, соус песто. Угу. Потому что... У нас сегодня соус песто будет с пармезаном. Да, у нас очень классный соус песто. Отлично. Ну, спасибо. У нас креветки, кстати, пожелаю. Креветки вот сейчас добавила огня, уже здесь нужно им дать золотистую корочку. Ага, отлично. Ань, расскажи, как устроен твой день? Вот просыпаешься ты во сколько? Да, просыпаюсь я в 4.40 утра. Каждое утро? Ну, практически каждое утро. Да, объясню, объясню почему. Потому что, понимаете, когда четверо детей, то есть от меня практически каждую минуту что-то хотят. В основном не один человек, а человек 5. Это муж, дети, друзья. То есть у нас большой дом, у нас приблизительно человек 15 каждый день, да. То есть это два друга, одного сына, две подружки другого, другой дочери. Какого возраста детей расскажешь? Что? Какого возраста детей? Возраст детей 10, о господи, 11, вот недавно исполнил день рождения, 11, 9, 6 и 4. То есть получается, ты прям как-то так ухнешь. Как кошка. Мама выдохнула, тебя выдохнула. Да, да. Отлично. Немцы как-то шутили, говорят, викация, как кошка. Ты рожаешь, в общем, вот так. Получается, что в 4.40 каждый дневный подъем. Да, я встаю час, я медитирую. Я это очень люблю. Это время никто от меня ничего не хочет. Я вставляю наушники, у меня есть такая прекрасная медитация, и я, значит, настраиваю себя на хороший день. Изначально. Потом я иду гулять с собакой. Гуляю с собакой, потом я, соответственно, бужу своих детей, раскидываю их по школам, садам. То есть еще и собака, и собака тоже на тебе. Да, еще и кошка, еще и там, да. Нет, собак не только на мне. Собак не только на мне, собака. Ну, это хотя бы хорошо. Да, собака вообще. Нет, нет, ну, конечно, мне помогает супруг, безусловно. У нас есть наш дедушка, да, который нас развозит там по всяким нашим. У нас еще логистика. Да, у нас одна из дочерей семь раз ходит на Олимпиад штадиона, на айскунгспорт, ну, то есть, господи. Фигурное катание. Фигурное катание. Все, айскунгспорт, фигурное катание, да. И она идет уже на уровень, ну, не то чтобы чемпиона для айскунгспорта, ну, то есть профессиональный уровень, да. Да. Ну, то есть, соответственно, конечно, тренировки там достаточно частые, да. Каждый день у каждого ребенка есть что-то в разное время. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Мне кажется, у нас сегодня не просто гость, который занимает серьезный бизнес, у нас просто какая-то мать героиня. Да. Я реально, у меня больше нет даже каких-то просто дополнительных слов, потому что действительно это очень важно. Да, а еще работа, еще я постоянно в путешествиях, вразъезд, да. Да, потому что ты делаешь, что ты детьми занимаешься, да, чтобы всех развести, вести. Ну, на самом деле, в каникулу я в основном всех беру с собой, и они у меня очень часто бывают и на конгрессах, и на моих деловых встречах, то есть они разряжают обстановку, нормально, они разряжают обстановку, то есть это абсолютно никак не вредит общему процессу. Ань, я тут уже разложила такую основу, можно сказать, для нашего салата. Скажи, вот ты любишь посолить в самом конце, когда уже листики базилика лежат, или все-таки сейчас, вот как ты обычно делаешь дома? Я бы посолила уже сейчас. Уже сейчас, отлично. Сейчас-то посолим? Я бы. А что, соус нам не нужно было посолить? Нужно было. Или мы уже салили? Нет, нужно было. Ну, на самом деле, мы его сейчас попробуем. Мы же можем здесь взять и попробовать, да? Мы все можем, конечно. Пожалуйста. Более того, у нас же все очень по-домашнему, и все очень натурально. Как есть, так и есть. Ну, сейчас как раз шеф-повар сейчас как раз подует, да, и скажет свое резюме. Ну как? Надо солить и перчить. Отлично. Все у нас есть? Все, перец. Отлично. Так, а вот этот соус мы оставим песто именно для нашей моцареллы. Да. Отлично. Томатной пасты мы добавили, как я видела, не так уж и много. Немного. Немного, потому что у нас очень сочные, вкусные помидоры, в принципе, нам ее не нужно было много. Я бы, на самом деле, еще добавила бы чуть-чуть водички, если бы у нас была, немножко разбавить. Чуть-чуть водички, конечно, у нас все есть. И олив, потом в конце сливки. Ты хочешь разбавить соус? Угу. Окей. Так, тогда я добавлю водички и все. Все, добавляю, да? Так, мы добавляем водички в наш соус, чтобы он был более такой жидкий, наверное. Да, да, он слишком у нас будет. Аня, по-другому, мне спагетти все несложно, я сейчас как раз займусь тем, что у нас же сегодня две порции такие нарядные, красивые. Может быть, и три получится? Может быть, и три, посмотрим, да. Аня, ну вот, получается, проснулась 4.40, выгуляла собаку, помедитировала, потом поехала по киндзюмам, всех детей развезла. Да. А когда время на себя-то вот остается вообще или нет? Ну как, с утра целый час? Ах, вот, вот этот час, он, собственно говоря, и есть. То есть всего лишь 7 дней. Нет, ну я езжу на спорт, все прекрасно, и вообще no problem. Да, на самом деле, все в голове, да? То есть я почему люблю эти все психологические, то есть эти все установки, я бедная, пожалейте меня, я беременная, мне тошнит, или там я, я, там еще что-то, это все. Просто вообще заняться, наверное. Да, вот реально от... Ты на корабле, знаешь, говорят, тошнит тех, кто ничего не делает. Да, да. А у меня ничего не болит, у меня все, прошу прощения, офигенно. Вот. Это же классно, слушай. Ну плюс я думаю, что твой организм уже понял, что с тобой такое... Безполезно, да, бороться, потому что все равно у тебя серьезный настрой, и все равно нужно все успеть. Слушай, Аня, вот ты сказала, что твой муж тебе довольно-таки сильно помогает, да? Да. То есть во всех видео. Это правда. Скажи, пожалуйста, а вот как он вообще относится к тому, что его жена столько работает, что ты занимаешься таким серьезным бизнесом? Он знал это всегда, он, когда мы женились, он говорил, ты можешь не уметь готовить, хотя, видите, мы готовим, делать все, что угодно. И приготовим неплохо, очень вкусное итальянское блюдо. Ты должна быть, какая ты есть, а какая я была, деловая, не знаю, можно ли это говорить, красивенькая, секси. У нас все можно говорить. Да, секси. Вот. И, соответственно, рожать детей. Все, все, что я жду от тебя. Все. Ну, были еще там ряд таких моментов, которых я не могу сказать. Ну, то есть, получается, что жена занимается работой много, и его как бы это не напрягает. Абсолютно, ему это в кайф. Отлично. Аня, у нас готов соус. Да. Я так понимаю, что мы можем его сейчас... Сливочки, сливочки нам нужно добавить. Ах, вот оно что, вот они, пожалуйста. Да. И тоже туда же? Туда же, да. Слушай, ты знаешь, я, кстати, никогда сливки не добавляла в томатный соус. Всегда. Всегда. Ты всегда добавляешь. Да, потому что он немножко сейчас будет так по... Позвольте, немножко поассистирую. Да. Ну, сейчас он выпарится, он будет немножко по... Посветлее. Посветлее, полегче, пожирнее. Вот я хотела сказать, полегче, пожирнее. Да, ну, вот как бы вот так, спарадоксально, но так. Просто последние прям минуты, в которые хочется, конечно же, успеть сейчас влететь с нашими вкусными блюдами. Скажи, пожалуйста, мы украшаем наш салат листьями базилика? Да. Сначала солим? Да. Солим, так. И замечательное песто, немножко оливкового масла. Отлично. Тоже туда же в салат. Обязательно сверху. Конечно, в идеале бы базилику, о котором... Ну, все у нас хорошо. Да. Так, наше песто. Отлично. Это последние штрихи. Посмотрите, какой салат капрез у нас получается прекрасный. А вот в готовке тебе помогает муж, кстати, Аня? Да. Да? Тоже готовит? Муж мне во всем помогает. Да боже, какой вообще? Где ты вот такого нашла? Само не знаю. А дети помогают? Ой. Дети из-под палки помогают. Но помогают. Ну, хоть это хорошо знаешь. Сейчас детям... Привет своим детям. А я тебя услышу, ты подумаешь, мама, что ты такое говоришь? Что ты нас дискредитировала, дискредитировала. Та-да-да-да-да. Вот так вот прям. О, супер-супер-супер. Салат наш готов. Да, вот креветки у нас уже все. Отлично. Не нужно бояться вот этого обгорелого чесночка, потому что он придает пеканность. Он придает пеканность. Обязательно пармезан крупно нарезанный, не на терке. Да. То есть нам нужно нарезать чесночку пармезан будет. Да. Пока ты будешь красиво падать креветочки. Да. Все удается? Да, прям как-то много получилось. Ну, нормально, много, не мало. Ну, ты знаешь просто... Мне тоже кажется, что соус в этом плане всегда лишним не бывает. Не бывает. Так, отлично. Ох, красота какая. Красота. Настаются креветки, и я тогда тем временем режу пармезан. Да, давай. Аня сказала, что нужно это сделать крупно. Крупно. Но тонко. Крупно, но тонко. Я думаю, что сегодня все зрители, которые смотрят нашу программу, пойдут готовить итальян. Как вот так вот прям? Нет, нет. Вот половиночки. Расскажи как. Половиночки таких? Да. Понимаете, вот тут тонкости есть. Вот так. Чик-чик. Вот. Вот так. Вот так. Отлично. Все, я поняла. То есть тоненько, но при этом крупно. Вот очень... Да. Вот парадокс. Но тонко-тонко. Мне кажется, что те, кто сегодня смотрит нашу программу, у них уже 100% составлен список, что нужно купить для того, чтобы приготовить такое же вкусное и прекрасное блюдо. Так, у нас последние буквально секунды. Отлично. Вот они, креветочки. Супер. Как красиво. Я правильно все делаю? Да, все божественно. Все как нужно. Да, и сверху еще травкой нужно будет. Безвьюмой справимся, да? Да, травка обязательно. Я вообще поняла, что травка – это же твой фаворит. Да. Конечно, еще бакарианта. А травку ты имеешь в виду, вот, ты хочешь кориандр? Нет, базиликум, хотя бы базиликум. Хорошо, отлично. Последний штрих. Давай мы просто, знаешь, как сделаем тогда? Мы сделаем еще более красиво, и он будет сочетаться с нашим спагетти, очень красиво, с нашим салатом. Да. Та-да-да-да, окей? Угу. Ну, красота необыкновенная. Просто необыкновенная. И свежий перчик обязательно. Даже если вы не любите остренькое, вам придется полюбить. Потому что я не могу без остренького. Аня, ты знаешь, сегодня такой у нас прекрасный выпуск получился. Мне хочется в завершении нашего прекрасного выпуска, у нас последние такие штрихи, сделать тебе небольшой подарок от нас. Спасибо. Подарить годовую подписку на журнал «Домашний кулинар». Это тебе. Спасибо. Поэтому читай, вычитывая интересные какие-то новые рецепты, я надеюсь, что он нам пригодится. Ну и еще, что я хочу сказать. Я хочу тебе поблагодарить, во-первых, за то, что ты сегодня к нам приехала, за эту всю прекрасную красоту, которую мы сегодня с тобой здесь сделали. Да, это замечательный салат капреза. Это потрясающие спагетти с тигровыми креветками под томатным соусом. И я хочу тебе поблагодарить за ту увлекательную историю жизни, которую ты сегодня рассказала, которая, наверное, в очередной раз доказывает теорию о том, что невозможное – возможно. И когда есть желание, находится возможность. И когда желания нет, находится причина. Ну а я, в свою очередь, желаю нашим зрителям всегда иметь возможность следить за свежими выпусками «Рецепт успеха». С вами сегодня была я, Юлия Ласкер, и моя гостья Анна Штукер. До новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова